привет сноубордисты магазин вир фрирайдского таганка город москва в этом видео немножко расскажу вам про бренд санта клаус санта круз санта клаус это навеянная предновогодней погодой новым годом скоро новый год 2023 который например для меня будет 30 сезоном на сноуборде а для вас какой это будет сезон напишите нам в комментариях сколько вы уже катаетесь этот этот сноуборд бренд сейчас как мы тут полемизировали с одним человеком да на какой-то соцсети не помню он написал что вот новый санта круз вообще неизвестно что это за бренд где он делается то есть он не аутентичный вообще это хрень какая-то подделка раньше сноуборда делались в австрии там или где-то еще на какой-то там фабрики были райдеры райдеры действительно были и действительно он делался где-то в европе какое-то время но хочу сказать что такие такие бренды как санта круз это не подделка и это не как скажем китайщина потому что по-прежнему марка санта круз сноубордс принадлежит корпорации на час на час это большая корпорация которая делает всякие скейтборды санта круз подвески independent и так далее там много много разных брендов скейтовых и она контролирует производство сноубордов то есть это подконтрольные бренду держать держателю марки производства есть такие бренды как например ну точнее сейчас да и такая история был бренд lamar на напомните да он продавался и у нас как-то в магазинах это уже был не тот lamar который был lamar да и еще был sims кстати к снимка в одной команде еще был бренд ltd они делались на китайской фабрике лицензию просто выкуну как скажем брошенную лицензию купил там какой-то американец штука то в чем что когда ты выпускаешь на какой-то китайской фабрике свой бренд вот и сделал коллекцию выпустил заказал пришло время платить и ты ее не оплатил в этот момент права на бренд ну естественно вместе со всем товаром который остается на фабрике переходит собственность фабрики и потом фабрика может делать что угодно она может совершенно изменить технологию может просто делать что хочет но штамповать но уборды под маркой ну которую принадлежит это этой фабрике такая же история например сейчас с брендом apos ноуборд который последний свой заказ не выкупил и теперь просто эта фабрика всем встречным поперечным кто туда обращается предлагает под маркой apos сделать любые сноуборды или сделала или купить у них сноуборд которые делают они но это уже сами понимаете не тот компот santa cruz это все-таки то марка которая выпускается подконтрольно лицензии на производство досок santa cruz кстати santa cruz это же вроде как американский бренда но он в америке ни разу не выпускался все это было в европе лицензиям принадлежит австрийцам они постоянно отчитываются о том как у них идут дела работают опять же например с брендом 32 сейчас поэтому вы видите и ботинки santa cruz среди моделей 32 видите райдеров как например джипи walker тоже это совместный райдер santa cruz и 32 это что касается так скажем подоплеки что есть такое сейчас бренд santa cruz теперь вообще что он делает и как позиционируется на рынке да казалось бы что вот это вот все twin типы это все фристайл прыжки так и так далее но как ни странно santa cruz желает желает да но это не только santa cruz желает желает любой сноуборд бренд потому что выпускаются доски для того чтобы заработать до понятное дело сколько народу катается во фристайле и сколько народу катается в горах по трассам столько и вот столько поэтому основная прибыль у любого сноуборд бренда это более так скажем мейнстрим и катание по трассам катание в горах поэтому любую любой сноуборд бренд который будет говорить что мы там райдеры для райдеров фристайл там мы core бренд это маркетинг и лукавство а вот например santa cruz заявляет тогда что да у нас есть скейт корни у нас джим филлипс скейтборд дизайнер у нас райдеры которые гоняют в парках там или в стрите но мы планируем что наши доски в основном сделаны для курортного катания то есть они максимально подходят любому человеку как начинающему так и продолжающему который просто покупает себе доску и там периодически несколько раз в году выезжает на курорт и покататься поэтому это все twin типы да то есть ты можешь в любую сторону ехать направленных досок по моему сейчас вообще нет тут может быть у нас остались какие-то остаточки с одной фрирайдной доской но вообще это доски которые предназначены им для катания на курорте много брендов таких сейчас вот очень много да там появляются брендов которые снова вернут фан сноубординг но у них у всех одна и та же вот эта цель продать как можно больше сноубордов сноубордов людям которые катаются в горах по трассам ну или там иногда выезжают вне трасс когда она попадает снег и вот например у бренда santa cruz для этого есть какие-то небольшие технологии которые немножко меняют геометрию доски хотя опять повторюсь это все twin типы для разного уровня подготовки людей есть некоторые доски не новое это прошло прошлых сезонов такие как вот например вот эта доска называется staked stripe это twin но у него чуть-чуть закладные на 10 миллиметров сдвинута назад да то есть получается чуть нос длиннее поэтому в снегу наверное будет проще выезжать но это универсальная доска для катания на курорте есть вот такая доска true twin double camber да то есть вы видите по прогибу да она просто как качель лишь откачается у нее в середине обратный прогиб а потом под прям подошву непосредственно два кэмбера честно говоря я лично вот этот прогиб не очень люблю мне кажется обычный кэмбер в этом плане более надежный потому что когда вы выезжаете на такой доске вдруг на какое-то жесткое промо ледяное покрытие дата вот этот вот средний кэмбер он как раз будет вам мешать и вы не будете чувствовать сцепление доской чтобы это сцепление произошло вам надо прям со всей дури так скажем нажимать работать ногами и что на самом деле даже тяжелее чем на обычном кэмбере не знаю почему такой прогиб советуют новичкам ну точнее понимаю почему да то есть здесь нет вот такой вот этой полной дуги как у кэмбера и соответственно вот эти с крайней точки контакта которые обычно зарезаются снег при поворотах они так агрессивно не зарезаются и соответственно чуть-чуть прощают ошибки но для этого тебе нужно иметь достаточно мягкое покрытие то есть вот на таких досках нам приходили на наших тестах ребята и говорили слушайте дайте нам нормальный кэмбер потому что на этих тазах мы на этом жестком покрытие в минус 30 на бетоне кататься просто невозможно на таком соответственно мы давали обычный кэмбер да то есть видите здесь такая достаточно высокая арка при этом а кстати доска называется и сид хэнд и эта доска уже выпускалась в сезоне 19-20 но в этом сезоне это перевыпущенный тот же тот же самый абсолютный дизайн доска красивая доска хороша для достаточно опытных райдеров потому что достаточно жесткая я думаю тут где-то шестерка может быть даже семерка жесткость и с таким крутым кембером достаточно агрессивным то есть он хорошо зарезается ничего никаких ошибок не прощает на такой доске надо уметь кататься но зато она будет вас вывозить на огромной скорости будет резко очень поворачивать что могу еще сказать да для сравнения например вот видео про тело с которой уже вышло на канале squad с наших тестов где ребята катались на новом лемурия не эта доска тоже была выпущена брендом именно для того чтобы сделать максимальную сделать ее максимально универсальный чтобы люди могли кататься на курорте когда много снега нет и в то же время когда выпадает повдор ты можешь спокойно на такой доске срулить не просто рядом с трассой где-то проехать можешь поехать ну на такой достаточно нормальный фрирайд плюс на такой доске лемурия можно спокойно и у е ну фрирайд бывает разный да есть фрирайд так скажем чисто по полям до вертолетное катание это в основном есть фрирай когда ты просто по каким-то рубишься торосом чтобы доехать до какого-то небольшого куска свежего снега и вот на такой доске как раз наиболее удобно будет кататься такой скажем фрирайд по смешанным по смешанному покрытию конечно если вам нужно прям доска для пухляка то скорее всего помимо универсальных досок вам нужно будет купить доску для пухляка который ну в санта-крузе нету но санта-круз туда и не целит так скажем мой посыл сейчас вам такой что далеко не все бренды которые рекламируются даром прыжки и фристайл они на самом деле действительно нацелены на это и кстати у нас в стране да я смотрел видео не так давно вышло тоже у дружественного канала про самую ну про доску бренда джонс и ребята говорят что это доска самая продаваемая в европе это блин твин тип в европе у людей нету вот этого нашего какого-то максимализма то есть мы если покупаем доску нам надо чтобы она была там типа супер фрирайд на или там супер фристайль на и люди покупают доску просто кататься они приезжают там несколько раз в альпы и катаются по трассам им везет и при выпадает снег они могут куда-то там выехать немножко вне трасс смести в крепление и все это все что им нужно и такие доски они недорогие вы вам не обязательно тратить там большие суммы денег на там супер доску к супер доске вам нужны супер крепление супер жесткие ботинки и вот кстати например да вернемся к мягкости хайбека почему все думают что крепление для фрирайда должны быть супер жесткими если вы катаетесь в полях с пухляком вам вообще не нужно жесткости на хайбеке вы просто плывете как на серфе в этом пухлом снегу зачем там жесткий хайбек объясните мне он там совершенно не нужен там не нужно жесткого крепления жесткий крепеж нужен когда и опять же для фристайла что не нужен жесткий хайбек когда вам нужно не знаю со стенки пайпа до другой доехать очень быстро повернуть довернуть или в слоп стайли до когда вы приземляетесь один трамплин у вас тут же нужно уже заруливать на другую подкидушку там как раз нужен жесткий крепеж чтобы мгновенно перестроить вашу доску следую за вашим желанием все вот эти рассуждения до что должно быть все супер дорогое супер топовая это какая-то вот чисто наша российская история люди которые живут там вот в той же европе они возможно они менее амбициозные до какие-то амебы амебы которым на хрен ничего не нужно лишь бы чуть-чуть покататься и потом на опрыски потусить да нет конечно нет там есть наверняка и с требованиями высокими ну это скорее все те кто очень хорошо катается а когда к нам приходит извините практически начинающий райдер и говорит что нет мне не нужен твин тип мне нужен какой-то там супер жесткий фрирайд направленная доска ну это так скажем наверное ребята конечно пытаются но мы в магазине попытаемся рассказать что ну не обязательно для начинающего это вовсе не нужно ты покатайся не знаю год другой третий там 5 10 пойми что тебе нужно в конце концов обычно ну все кто катается фрирайд у них у всех есть доска универсальная и есть доска для типа пухляка поэтому но постарайтесь на на все-таки иметь как как минимум две доски да но если вы имеете возможность только одну доску купить то такие бренды как santa cruz это вполне доступны и как раз для этого эти доски и сделаны в общем не надо быть наверно такими супер амбициозными если вы только начинаете кататься есть прекрасные бренды которые относительно недорого будут вас катать совершенно спокойно по любым трассам и там же дальше ваше умение ваш так скажем прогресс покажет вам нужно ли вам там доска другая или там новая или следующая жесткая santa cruz это не скейт бренд не фристайл бренд это масс-маркет бренд но с интересными хорошими скейтовыми корнями с интересными скейтовыми дизайнами в общем-то с приличной конструкции да то есть если опять же мы вернемся к тому какие бы бренды да там мы например не будем продавать у себя в магазине и не будем рекомендовать их к покупке своим клиентам это вот как раз какие-то такие вот китайские варианты не знаю какой бы пример привести usd по-моему такой бренд есть до который продается где-то ну совершенно там непонятно да из чего где это все сделано точнее понятно что это в китае но там никакой нет идеи просто в бренде должна быть какая-то заложенная идея у кого-то эта идея это фрирайд там у того же джонса да у телоса есть бренды огромные с огромными линейками широкими у них там есть линейка для фрирайда линейка для фристайла и для начинающих это и 3 5 10 а есть бренды вот такие небольшие маленькие которые пытаются сделать универсальные доски и несмотря на то что они выглядят как фристайльные модели они вполне подходят для катания на курортах как подмосковных ну я имею ввиду каких-то локальных холмиках так и в горах больших извините что затянул наверное это видео на так надолго и в общем-то по доскам собственному никаких таких технических вещей не показал но лучше будет прийти в магазин и самим посмотрите ребята вам все подскажут расскажут в данном видео моя цель была вот донести до вас то что есть что из себя представляет бренд санта-круз надеюсь увидимся в горах которых наконец-то выпадет снег где-то он уже есть поэтому всем хорошего настроения новогодние живущим мир все пока